На один вечер сцена Кировского городского дворца культуры превратилась в поле битвы. Стала местом, где любовь и добро снова победили зло. За противостоянием светлых и темных сил наблюдала наша съемочная группа. ВСМОТРИТЕСЬ в самодовольное лицо этой старухи. Вся ее жизнь отравлена злобой, и она щедро выплескивает ее на окружающих. Вот объектом нападок старой корги стала простая королевская семья и их дочь. Злая колдунья в недалеком будущем пророчит девочке смерть от укола веретеном. Неужели юная принцесса обречена? Хорошо, что сказок без чудес не бывает. Прекрасная фея превращает смерть в сон, а отважный принц поцелуем возвращает возлюбленную к жизни. Злые чары рассеяны. В королевский дворец вернулись радость и счастье. Эту захватывающую историю о всепобеждающей любви станцевали артисты московских театров, в том числе солисты Государственного академического Большого театра. В балете «Феерии» и «Спящая красавица» задействованы 22 человека. Показать всю красоту постановки им не помешали ни маленькая сцена, ни скромные по сравнению с Большим театром возможности Дворца культуры. Нам нравится радовать зрителей, дать им сказку. Было какое-то волшебство. Мы не смогли все показать, все прелести этого балета, где можно перевоплощать, повесить полностью все кулисы, которые нужны, чтобы это была достойная перемена. Мы попытались это сделать именно в «Феере». Одно из другого перетекает. Сюжетная линия выстроена очень логично. Спектакль прошел на ура. Зал искупал труппу в овации. Хлопали, не жалея ладоней. Зрителей много. На спектакль приходили целыми семьями, брали детей. Эмоции самые положительные. Костюмы мне нравятся, декорации нравятся, артисты. Все, конечно, школа чувствуется. То есть ноги поставлены, плечи поставлены. Все, конечно, выражается. Так что очень доволен. Ну, мне нравится. Конечно, мы по телевизору сейчас много видим всего. Можно видео найти таких балетов, которые там невероятны вообще. И по сравнению с ними этот заметно уступает. Но вживую это всегда по-другому. Увидеть вот эти стук пуантов и эти костюмы вблизи, короны и улыбки – это по-другому. Для детей, конечно, это большое впечатление. Мне нравится. Интересно. Это ваш первый балет? Или вы уже видели балет? Нет, я уже ходила в Петрозаводске на балет, на Щелкунчик. Предновогодний балет. И если балет затягивает, то есть если не ждешь конца выступления, значит, балет удался, я считаю. Когда не смотришь на время. Но сейчас он его затягивает? Да, я на время не смотрела. Я смотрела на сцену только, значит, все хорошо. Среди зрителей не только жители Кировско-Апатитского района. Чтобы попасть на «Спящую красавицу», педагоги и воспитанники детской школы искусств и «Зумбы» провели в дороге несколько часов. Мы выехали в полтретьего и приехали в 7 часов. Только-только успели к началу действия. Это очень здорово. Мы в том году ездили в «Апатиты». Был балет «Байды Аркан». Поэтому, узнавши, что будет в Кировске балет «Спящая красавица», тут же поехали, тут же собрались. Мне понравилась принцесса. Мне тоже. Принцесса. Мне понравилась принцесса Фея. Когда вышла вот эта страшная колдунья, не боялись? Нет. А почему не боялись? Она смешная. Она очень смешная. У меня прическа очень смешная. Сказка закончилась, но волшебство обязательно повторится. И московские гости снова порадуют местных ценителей их искусства своим творчеством. Надо только немного запастись терпением. Выступления запланированы на осень и зиму. Субтитры создавал DimaTorzok